Всем привет! Меня зовут Егор, эксперт торгового комплекса «Актив». И сегодня мы рассмотрим три линейки клюшек от компании «Бауэр». Расскажем, в чем их отличия, особенности, а также для какого типа игрока подойдет каждая из этих моделей. Первый вопрос, который интересует хоккеиста, в чем же отличие этих клюшек в плане блуа, а также точек прогиба. И сейчас я вам это объясню. Начнем с линейки «Суприм» новинки 2017 года. У семейства клюшек «Суприм» высокая точка удара, что означает высокую стабильность в нижней и третьей клюшке. Любой игрок в тяжелом стиле, бросающий шайбу, в большинстве это щелчки, сильно нагружают клюшку. Как пример, это мощная игра Александра Овечкина и его бросок с ходу. Вот такие вещи, когда вы нагружаете клюшку мощным щелчком, она делает изумительно. Эта клюшка создана для мощных силовых бросков, когда вы нагружаете клюшку. Теперь немного о противоположной линейке. Это «Вейпор». «Вейпор», конечно, находится совершенно на другом конце, нежели 1С. У данной клюшки нижняя точка прогиба. Она позволяет максимально быстро выпустить шайбу с крюка. И данная клюшка позволяет делать хлестки, резкие броски. Это достигается благодаря сужению в нижней части клюшки, которая делает выпуск шайбы наиболее легким, легким, наиболее быстрым и резким. Эта клюшка подходит для того типа игроков, которые бросают с передней ноги и которым нужен немедленный выпуск шайбы с крюка. У форвардов и вообще у всех, кто играет близко к воротам, не бывает лишней секунды на то, чтобы бросить шайбу. Вот здесь «Вейпор» делает отличную работу. Эта клюшка для тех игроков, которые в основном делают бросок запястьем, не налегая на клюшку, то есть не делая мощные щелчки, как защитники. Эта клюшка для нападающих. И линейка «Нексус». «Нексус» по своей сути является универсальной клюшкой. Она находится прямо посередине между «Вейпор» и «Суприм». Если «Вейпор» и «Суприм» находятся на разных концах друг от друга, то «Нексус» — это универсальная клюшка, которая создана для всех игроков. Недаром эта клюшка является самой популярной у игроков NHL на данное время. В этой клюшке используется технология «Свит-спот» и сужение «Изи-лоуд». Она оптимизирована для простой нагрузки и направляет ее на среднюю часть рукояти. Таким образом, это универсальная клюшка со средней точкой удара, с которой вы достигнете успеха как работая от запястья, так и вкладывая в удар силу всего корпуса. Ну и подытожу все вышесказанное мною. Линейка «Суприм». Линейка «Суприм» создана для настоящих защитников, у которых мощный бросок. И они всю силу удара вкладывают в корпус благодаря большей нагрузке на клюшку. Эта клюшка в основном для защитников. Линейка «Вейпор» — это совершенно противоположная клюша, клюшка линейки «Суприм». Это клюшка для нападающих. Она с нижней точкой прогиба, специально для резких, быстрых бросков, для того, чтобы шайба максимально быстро летела от крюка при броске. Это клюшка для настоящих нападающих бомбардиров. Линейка «Нексус». Линейка «Нексус» самая универсальная. Она является и самой популярной линейкой у игроков НХЛ, так как она делает как резкие броски, так и ее можно нагружать при щелчках. Эта клюшка в принципе для всех игроков. На этом я заканчиваю свой рассказ о линейках компании «Бауэр», «Суприм», «Вейпор» и «Нексус». Я надеюсь, что вы определились для себя, какая вам клюшка наиболее подойдет. Сделайте правильный выбор и будьте лучшими в игре. С вами был Егор, торговый комплекс «Актив». Живите со спортом, любите спорт, играйте в хоккей. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»